всем привет в эфире академия научной ароматерапии так жду когда мы выйдем в эфир так в эфире сейчас присоединим сегодня наша субботняя передача ответ эксперта с нами наш замечательный любимый всем полюбившимися полюбившийся всеми нашими слушателями эксперт врач педиатр психолог ароматерапевт диагноз светлана анатольевна максимова привет дорогая здрасте здрасте всем добрый день доброе утро доброго времени суток до всех субботним утром у нас в москве замечательное утро прямо очень замечательно я уже погуляла со своей собакой погода стоит но и тем не менее у нас сегодня третий день наших вынужденных каникул мой 19-летний студент вообще этому конечно не расстраивается но тем не менее у многих есть какой-то накал таких страстей недовольства и страха за наших детей и поэтому мы решили для вас друзья провести эфир с нашим врачом педиатром как же защитить детей и семью от вирусов создать крепкий иммунитет и пережить любую самоизоляцию без стрессов но на самом деле у нас я думаю сентябрь октябрь это в любое в любом году независимо от вируса всегда сезон таких эпидемий каких-то эпидемий волна заболеваний я помню когда дети были маленькие у меня тоже и как у многих наших студентов с кем я разговариваю у многих три проблемы первое это вот какие-то вечные сопли в это время аденоиды как только вышли вторая это вышли в школу или в сад три дня и мы опять заболели и потом какая-то такая эмоциональная перегрузка ребенка потому что в саду не дают бегать прыгать и вести себя так как хочется это все переносится домой до ночи все это активный образ жизни и к вечеру не знаешь как уложить а утром не знаешь как поднять вот со всеми этими проблемами мы обращаемся к нашей палочке вручалочки к нашему врачу нашему практику с 30-летним стажем врачу с 30-летним стажем светлане анатолье максимум скажи пожалуйста дорогая что же нам сегодня делать вот тоже переболел сын недавно буквально неделю назад и я помню что я звонила и говорил ой температуру уже по 39 что делать вот чтобы не было такой паники мы можем дать такое как пособие некое что делать маму а у кого особенно много детей заболел один следом 2 3 4 что же нам делать в такой ситуации как не бояться как пережить как выйти из этого из этого и самоизоляции из этого пика заболеваемости такими сильными окрепшими морально и уверенными да ситуация всегда такая напряженная неважно коронавирус это или нет работая на детском участке это всегда вот смена погоды переходные вот межсезонье было всегда очень много работы очень сложно и третий пик всегда был когда был пик заболеваемости пандемии гриппом урве это вот три таких пика когда работаешь на участке вот и конечно же вот я сейчас у нас тоже прекрасная погода ночью но был ночью и утром часу только стал солнышко была образовая туча и соответственно небольшая такая такое настроение очень похоже надо выступать надо говорить а немножечко сложно и вот я себе приготовил сразу те же масла которые помогут мамочкам что же делать чтобы не растеряться как сконцентрироваться чтобы понять что делать что думать что говорить как действовать ну вот смотрите сразу же у меня в руках масло ладана видно вот у меня здесь написано масло ладана вот на крышечке может быть не видно но ничего там кто-то все почти силиконы уже да масло ладана то есть сразу снимается сопротивление сразу масло базилика который рассеивает туман дает понять что делать масло бергамота который дает перспективу мышления и все недостатки превращает наше достоинство как вам такие масла универсальные да замечательно друзья поставьте пожалуйста там сергечки кому нравятся эти масла а масло лимона даст нам возможность собрать себя в кучку даст энергию позитив позитивное мышление собрать себя кучку и во время такой ситуации держать себя в нужной форме чтобы не расползаться не расстраиваться идея делать то что нужно и не допускать до себя потому что масло лимона это барьерное масло и не допускать до себя лишних страхов лишних волнений лишних еще что-то, и даже лишних эмоций, которые нам даются со стороны. Вот самый простой элементарный набор, но вот видите, как он хорош, и сразу уже, но об этом подробно, очень подробно как раз мы второй или третий сутки с Ириной Юрьевной, со всей нашей командой делаем, собираем курс, на котором, ну вот у нас хороший был мастер-класс, как создать иммунную систему, в школу без ОРВИ, очень важная, где два часа по каждому пункту, прям подробно, подробно, поэтапно, по шагу все объясняют, плюс еще у нас большой журнал рецептов, да, Ирина Юрьевна? Очень подробный, благодаря Ирине Юрьевне. Красивый. Красивый. Но я, у меня больше, мне больше всего там, что практическое, что когда я писала, Ирина, Ирина Юрьевна смотрела, говорит, а мне это непонятно, а мне это непонятно, а это вот так. Короче, там рецепты все составлены настолько подробно, как что изготовить, как что принять, все меры предосторожности. Вот элементарно расписаны так, что я думаю, ну невозможно не понять, все ясно, четко, понятно, потому что старалась расписать вот в чем мне Ирина помогала. Я покупала, да, от начала. Да. Это вот мастер-класс как раз, как создать здоровье, как создать атмосферу, потому что там я тоже объясняю, это вот на участке очень видно, и сейчас очень видно, на участке все-таки же участковый доктор, и там слушаются без поворотной, и тогда, когда работала, не было интернета. Сейчас, к сожалению, сложнее работать, потому что очень много интернета. Знаете, с чего начинали? Вот прям начинали пошагово. Эту инструкцию тоже, да. Ну вот в мастер-классе прям все, просыпание, организация рабочего места, перезагрузка, убирание ненужных эмоций, перестраивание на нужное настроение, все это в мастер-классе есть. Все это расписано в детских дозировках. Но имейте в виду, что дозировочки детские там все-таки же рассчитаны, потому что мы делали к школе, то есть это на детей школьного возраста. Если вы делаете эти рецепты для детей младшего возраста, все-таки же дозировочки уменьшайте. Для взрослых можно увеличить в два раза. Есть кроль, то ли для полоскания горла, для взрослых не надо увеличивать. Это первое, что... Мы там писали, мы там все писали дозировочки, что если это ребенок до года, до трех лет, до, по-моему, еще... Да, мы писали, но только в другом месте, там, где детскому возрасту посвящено несколько уроков. Это в нашем блоке в курсе обучения, где индивидуальным особенностям, где аллергическим реакциям, где детству прям посвящен целый блок. Это у нас на курсе. Вот. А на наших планах у нас просто даны дозировки для детей детского, школьного возраста. Для более младших мы снижаем дозировки, просто для взрослых мы повышаем. И там еще в нашем сейчас, вот в этом курсе, про который мы говорим, как помочь, будет еще прям пошаговые инструкции, по шагам, пошаговые инструкции, если же все-таки же появились симптомы, если же ребенок заболел, что делать? Прямо пошагово. Первое, второе, третье, четвертое. И так расписан весь день. Вот. Будет такая пошаговая инструкция, где вы просто, если что, даже вдруг растерялись, если что, не знаете, вы открываете эту инструкцию, и прям там, первое, второе, третье, пошагово будет дано, что делать. Так. Ну, а сейчас давай все-таки нашим слушателям, которые собрались, чтобы защитить себя и пережить эту самоизоляцию, с пользой, для не просто пережить, а с пользой для всей семьи, давай мы расскажем, что же нам делать, можно ли отпускать детей гулять, что делать, если они пришли там с легким недомоганием, потому что вот, когда у меня ребенок заболел, он пришел вроде бы после тренировки и говорит, ну, потянул мышцы где-то там, какая-то слабость, а утром встали, оказывается, это уже совсем не слабость от тренировки, а это уже какой-то, явно был вирус, и температура прямо нарастала на глазах. Вот что делать в такой ситуации? Как не растеряться и какую первую помощь оказать? Ну, вот знаете, здесь вообще есть такое лучше перебдеть, чем недобдеть, есть такое правило. И если пришли с тренировки, если пришли с улицы, то и непонятное какое состояние, а сейчас особенно, даже вот пришли с улицы, все хорошо. Но ребенок там прошел по подъезду, потому что, к сожалению, у нас очень много несознательных людей, я, к сожалению, знаю, и соседи возмущались, что в нашем подъезде мужчина, муж и жена в активной лимфазе коронавируса, но тем не менее ходят по подъезду, ходят в лифт, гуляют, стоят у подъезда и просто всем говорят, вы к нам не подходите, представляете? Но они же ходят по подъезду, они находятся в лифте, то есть вот поэтому в магазине мы не можем так вот всех оградить. Поэтому, придя с улицы, самое простое, возьмите вот детское масло, бергамот, прекрасное противовирусное, ладан детское масло, прекрасное противовирусное, просто возьмите и можете вообще перед выходом из дома нанести на волосы, и тогда масло все равно с кожей соприкасается, наша кожа это такой хороший, как диффузор, Ирина, подскажите, пожалуйста, ну да, диффузор, соприкасается, температура теплая, испаряется даже на улице, и вокруг создается такое защитное облако, вот, тот же самый масло лимона, оно барьерное, придя домой, тоже можно, или, если это вы взрослый, и ребенок, мы к детям уже 12-ти годам относим, но это все-таки уже более взрослый организм, можно прям такие масла, как бергамот и ладан, особенно ладана, и кайпут, они не жгучие, нанести на руки и подышать, или дать ребенку со своих рук подышать, и вот, как раз в мастер-классе мы даем соль, которая универсальная, прекрасно при аденоидах, просто развести эту соль, сразу же дать прополоскать горло, и все, или тот же самый мы даем рецепт спрея, тоже очень удобно, то есть рот открыли, брызнули, все, вот, особенно, особенно если это на ночь, человек пришел, ребенок, умылся, спрей только на чистую голову, вообще нанесли на все лицо, это польза для лица, плюс через кожу еще впитывает циферное масло, плюс еще с кожи испаряется, по-моему, сразу такой ингаляции получается у нас, все, мы предотвратили. Замечательно, друзья, вы запомнили масло бергамота и масло кайфута, для детей старше 12, это вообще используются уже взрослые дозы, поэтому спокойно, а, ладан, да, ладан, и ладан еще, вот, поэтому спокойненько, да, понимаете, дело в том, что, вот, даже если мы говорят, вот это биологически активные, они мощные, да, мои дорогие, они мощные, но что у нас не мощные, я вам открою такую тайну, понимаете, у нас абсолютно всем можно нанести вред, у нас можно нанести вред, активированным углем, очень большой вред, если неправильно применять, у нас можно принести вред, вы прекрасно знаете, хлебом, укропом, можно нанести вред абсолютно всем, если неправильно применять, Но если мы заболеваем, ребенок заболевает, и приходится давать более серьезные препараты, даже те жаропонижающие, там у них побочки больше. Они более сильные, чем эфирные масла. Поэтому вот когда говорят эфирные масла, да, эфирные масла. Но, мои дорогие, вы возьмите и почитайте, разберитесь в фармакологии, в действии тех аптечных препаратов, которые мы применяем. Да, я как врач за. Когда надо, да, я категорически строго запрещаю, если нужно, в аптечные масла. Если уже на такой стадии, что нужны антибиотики, полный курс антибиотиков, да. Да. Другой разговор, как потом восстановить организм после этого. Я первый как врач за применение аптечных препаратов, прописанной официальной медициной тогда, когда это обосновано. Ни в коем случае этого избегать нельзя. Но, мои дорогие, понимаете, вот когда только пришел с улицы, и вы боитесь, что там где-то общался, может быть, в компании детей, потому что вот я тоже наблюдала с балкона такую ситуацию. Меня, конечно, это очень поразило. Это в прошлом году, когда вот эта самоизоляция большая началась. Знаете, интересный факт. Вот родители вышли на улицу с детьми на детскую площадку. Значит, родители не разговаривают с друг другом или разговаривают по телефону, держат расстояние, да, а их дети все в кучке, бегают и играют вот так вот, а родители держат дистанцию. Точно, точно. Когда вот хорошая погода, стоит ветра нет, одеть потеплее. При бронхите надо гулять, при кашле надо гулять, потому что кислородная недостаточность. Сам кислород является антибиотиком. Вирусы, бактерии очень не любят там, где много кислорода. Кислород их, страх, бах, убивает. Понимаете? Поэтому гулять надо. Насыщать кислородом надо, потому что кислород нужен для выздоровления, для обмена веществ, для энергии нужно. Поэтому все нужно делать с разумением. Но, конечно же, это если ребенок простыл и только острая фаза прошла, конечно же, это вот не выпускать одного, чтобы он бегал, игрался активно, долго в течение 40 минут, вспотел уже и все равно играется на улице. Конечно, может простыть. То есть все разумно. Выйти погулять, походить 15-20, 15-10-15 минут, два раза в сутки с ребенком обязательно надо. Потом постепенно больше. Надо, надо и надо. И, конечно же, не удивляйте, чтобы не играли с детьми. Ну, например, выпустили ребенка. То есть собирайте ребенок на улицу, возьмите ему, повесьте сюда аромакулон, сделайте аромакулон. На волосы нанесите масло и пусть идет гулять. Пришел ребенок, прополоскал горлышко или спреем брызнули. Все, вы спокойны. Вот, смотрите, у нас обычно бывают крайности. Есть родители, которые говорят, о, нет, эфирные масла, боюсь, не помогают, какая-то бабушкин метод, ну и так далее, так далее. Все, что мы знаем, все, что говорит плохо, плохого и неприятия об эфирных маслах. То есть это ни в коем случае нет. Сразу будем забивать температуру. Благо сейчас препаратов в аптеке много. Мне даже как-то шла, сказали, послушайте, у нас скидка, возьмите там вот у нас какой-то орбидол. Я говорю, спасибо, я болеть не собираюсь. Вот. И другая группа родителей, которая наоборот, говорит, да, травы, да, эфирные масла, да, гомеопатия, что-то такое. И я очень многих мам знаю, когда температура день и два, и три, и четыре, и пять, и они сидят вот на этих эфирных маслах и травах, а уже понятно, что переходит болезнь совершенно в другую стадию. Вот как нам вот эту вот крайность привести к такой норме? Сколько можно? Да, можно давать эфирные масла. Вот я тоже давала ребенку, два дня у него держалась высокая температура до 39. Я не давала лекарств, только питье и вот все процедуры с эфирными маслами. Но я знаю для себя точно, если бы я не сбила, вот если бы у нас не пошло улучшение на третий уже день с утра, я бы точно уже перешла на медицинские препараты, вызвала врача, но он и так приходил, чтобы послушать. Вот скажи, пожалуйста, как правильно действовать, чтобы и не доборщить, и не переборщить? Но вот здесь вы очень правильно сказали, Ирина, вот я не могу ответить на этот вопрос по одной простой причине, что нужен врач. Почему держится температура? Знаете, вот работая на участке, в норме было, но это опять-таки же под моим контролем. Я приходила к ребенку каждый день как врач и смотрела, бывает такая температура, или когда хороший иммунитет, формируется иммунитет, иногда высокая температура может до 4-5 дней держаться. Ну так, бывает 2-3 дня, она там день-два держится, часто повышается, 39, 38,5. А потом, допустим, обычно есть такая закономерность, что температура поднимается потом днем и плюс к ночи поднимается. Это нормальный цикл нашего организма. И когда, допустим, вот 2 дня подержалась в течение суток высокая температура, то понизится 38,1, то 38,7, это норма. И потом до 3 дней, там, допустим, к ночи 38, это организм борется, это ничего страшного. Но здесь опять-таки же, понимаете, надо смотреть. Или действительно это только миндальное, когда приходишь, начинаю осматривать. Прежде всего, нахожу те точки, чтобы пошло осложнение в гайморовой пазухе, не пошло, в синусовое, пошло, нет. То есть я как врач проверяю, пошло осложнение на уши или нет, понимаете. Смотрю почки, потому что что у нас может давать высокая температура? Уши, гайморит, синусит, почки. Это вот миндаль на самом-самом. Да, горло. Почему, знаете, есть такая закономерность, первое время нам об этом в мединституте не говорили, я очень жутко переживала, когда начинала работать с участковым доктором. Бывает так, что температура шпарит, смотришь, а горло нормально ещё, вот первые сутки, да. И была паника, начинаешь искать, где, что, почему, не дай бог там пропустить, есть менингококковая инфекция, менингит, то есть не дай бог его пропустить, не дай бог ещё что-то пропустить. Была такая вот поначалу у молодого доктора непонятно. А потом уже приходишь на второй день, чтобы вот смотреть в развитии ребёнка, и видишь, что всё, горло вылезло, всё оно яркое, огненное, оно всё вот такое вот, всё перерыто и всё. И потом я уже привыкла и поняла, что инфекция сначала даёт высокую температуру, даёт интоксикацию, а горло ещё вот не разрыхлилось. Вот, это может быть так. Поэтому... Скажи, пожалуйста, я перебью. А вот если у нас, да, это было там 30 лет назад, когда ты была молодым врачом, но сейчас у нас есть эфирные масла, а можем ли мы это сдержать, чтобы горло и не стало красным? Можем ли мы это удержать с помощью эфирных масел? Или это всё-таки из области фантастики? Вот, понимаете, здесь мы можем сдержать тогда, когда это ещё не внедрилось, когда ещё температура не подскочила. Потому что раз пошла температура, это свидетельствует о том, что вирус, бактерии уже проникли внутрь миндалина, миндалина это лимфатическая ткань, и уже организм их, уже эти бактерии начали наступать на наш организм, уже дают интоксикацию, наш организм уже начал... То есть уже началась война. Уже началась война. И здесь, когда уже начинаются военные действия, мы просто своему организму даём такое, можно сказать, артподкрепление, как эфирные масла. Но сами понимаете, если уже враг внедрился, вошёл на нашу территорию, да, и зашёл массово, уже оккупировал какую-то территорию, и войска были огромные, да, то нужно какое-то время обстрел, чтобы всё-таки же его выбить с нашей территории. Вот, поэтому раз уже пошла температура симптоматика, мы можем просто ускорить, сделать качественно, быстрее сократить острый период. Вот, знаете, я очень закономерно, что у меня очень длительно было хорошее масло чайного дерева. И что я заметила? Вот у меня папа раньше... Вот организм моего папы, вот, так, что он раньше температурил 7 дней под 40 температура. Вот такой организм. Просто. Вот 7-10 дней, вот высокая температура, это да, конечно, совершенно внешность меняла всё это, да. Мы это узнаем. Но когда я начала применять, у меня тогда появилось только масло чайного дерева и масло мандарина, когда я начала просто масло чайного дерева, класть салфетку по другую сторону подушки, понимаете, и под кровать. Этот период резко сократился. Сначала до 5, потом до 3 дней, сейчас 1,5-2 дня. То же самое, когда я шла, у меня вызывают внучки болеть, я просто-напросто, ну, мы здесь все женщины, брала салфеточку, даже не женщины, это замечательно, мужчины тоже придумают, куда брала салфеточку и просто-напросто вкладывала к себе сюда вот. И получала масло внутри салфетки, вот сюда капаю, сворачиваю масло внутри салфетки. Тело горячее, оно способствует, чтобы масло испарялось. Здесь есть еще одежда. Я брала детей и вот так вот наносила на руках. Ну, даже когда 2 года, 3 года садишься на диван, они обнимаются, с ними держишь. И понимаете, за счет тела, но закрыто, закупорено масло, и получалось такое медленное-медленное испарение, и получалось такое вот окутывание. И ребенок здесь, находясь рядом со мной, это не на нем, но он находился в этом облаке, он находился в этом водоеме, в отчаянного дерева. И я заметила, что значительно быстрее уходит, значительно быстрее проходит вот этот острый пеньюр, и осложнение меньше, и температура под 40 реже подскакивает. У тех, кого она подскакивает, у кого-то вообще под 40 не подскакивает. Вот такой прием можно и нужно. Замечательно. Все-таки с эфирными маслами мы это... У меня Юра, он очень на меня рассердился, что я ему не давала никаких таблеток, а у него сначала наросла медленно температура в течение дня. Но я думаю, нет, я дождусь, пока температура будет высокая. Я ему, собственно, практически ничего не делала, только питье. Только питье, ну и вот рядом все вот эти эфирные масла. И когда у него уже пришла температура 38, я говорю, ну все, наконец-то организм начал бороться, мы начали его побаровать. Он говорит, вот ты специально мне подняла температуру. Но, тем не менее, она бы все равно ведь поднялась. Как ее сбить? Если вирус пошел, то есть хоть давай эфирные масла, даже если бы я ему сразу стала давать какие-то жаропонижающие или еще что-то, ну это ничего бы не привело к результату. Должна, если температура пошла, должна быть температура. Если сбивать температуру, которая субфибрильная называется, от 37,1, это вот, кстати, тоже очень много говорю на курсе. Очень многие сбивают такую температуру. Никто в том случае, понимаете. Вот вирус внедрился, организм начинает бороться. Температура – это естественная защитная реакция, чтобы побороть вирус. И мы ее сбиваем. В итоге, вот температура выше 37, 37 – это температура, которая уже неблагоприятна вирусам и бактериям. Они уже попадают в духовку. Им уже неприятно. Другой разговор, что при температуре до 38, они там еще и спечки не могут. Им некомфортно. Ну как нам, допустим, при температуре 50, да, 50 градусов на улице. И вот мы находимся на улице, нам неприятно, нам некомфортно. Жизнеспособность как-то нарушается наша. Вот. Но, тем не менее, мы живы. И вот причем, если сбивать эту температуру, то есть, понимаете, мы создаем благоприятные условия. Мы создаем такое болото, где они такие, о, классно, это прям все создано для нас, давайте размножаться, давайте вовсю кушать. Нам тут и кушание подали, мы можем и размножаться, и кушать, и какать в этот организм. Нам все подмедоставили. Вот. Температура повышается, и ему уже становится не очень хорошо. Как в жару, уже и кушать не хочется, и что-то размножаться уже не очень хорошо, и сил на это нет, и уже как-то вот, вот. Понимаете, температура 38, это все. Для них духовка, это невозможно. Она их просто вот убивает, она их зажаривает, она их жаривает, понимаете. И как ни парадоксально, вот да, температуру выше 38, мне сложно переносить. Да, хочется ее сбить, да, хочется получить это облегчение, но это пока в двух контактах. Потерпели температуру, значит, следующий иммунитет стал лучше, организм поборол инфекцию, она быстрее уходит. Не потерпели, это уходит в хронизацию, мои дорогие, потому что есть понятие гематогенной инфекции. То есть, когда инфекция с миндалин, с носоглотки, она начинает распространяться по крови и по всему организму. И где она сядет? В суставах, в сердце, потом порог сердца, в суставах, артриты, артрозы, да, в ушах, в голове, мы не знаем, в почках, печени, мы не знаем, поджелудочной, мы не знаем, где. Но в самое массовое, куда сразу идет, идет, заселяется, естественно, в кишечник, потому что у нас есть условно-патогенная флора, которая с удовольствием патогенную флору принимает и присоединяется к ней. И потом мы вроде вылечились, а если кишечник не пролечили, не восстановили, если у нас кишечником не по лаке, там лактоэпифитом, флора нет, то они потом, чуть мы ослабли, эта инфекция опять понеслась по всему организму. Понимаете, насколько это опасно, не давать организму самому работать, не давать температуре работать в нашем организме. Это очень опасно. И вот, знаете, я тут сразу вам рассказала, и у меня перед глазами стал очень яркий пример из моей практики участковой. Да неважно, 30 лет назад я была на участке или не 30, эти организмы все те же самые, болезни все те же самые, все то же самое сейчас происходит у нас. Вот, у нас технический прогресс идет, а организм все тот же этого не идет. Вот знаете, ну там мама была не виновата, там мама тоже с темнейшей температурой слегла, дочка и мама слегли с температурой, и когда в итоге она, я, по-моему, даже дошла до соседей, или соседи дошли, и кто-то просто, тогда же сотовых телефонов не было, даже не в каждом доме такой телефон был, и когда дозвонились, вызвали меня, я приехала, и буквально это прошло 2-3 суток высокой температуры, а там была ангина, и у девочки прикосило лицо, у нее перестал закрываться рот и глаз. Девочке 5 лет. Понимаете? Вот это осложнение. Говорят, ой, да, но нас никогда не было, не пугайте. Вот опять хочу сказать то, что, да, вот мы живем, этого и вроде не видим, но когда работаешь в больнице, это вот так много, и вот недавно моя племянница, которая с моим внуком попала в больницу, хирургическое отделение, она думала, и говорит мне, значит, я думала, что детей до года, но зачем детская хирургия, но это же детки, что у них может быть, что такое хирургическое, я думала, что там вообще отделение полупустое. И она была удивлена, то есть, когда немножко ребенок настабилизировался, у нее стало осмотреться, посмотреть, она говорит, да, мы с таким, с такой проблемой одни, да, действительно редко, вот, но, говорит, больница, хирургическое отделение переполнено, переполнено, говорит, и бедные хирурги, вот, говорят, герои, говорит, редко, днем постоянно одна операция за другой, причем там 2-3 операционных, я знаю, я там училась, в этой больнице, хирургическом отделении, мы проходили, и там 2-3 операционных, она говорит, они практически не пустуют, помылись, подготовились, следующая операция, следующая операция, говорит, и редкий случай, когда ночью нет операции, понимаете, то есть, вот мы не живем в этом, мы не видим, и нам кажется, а, нас раз принесло, два принесло, ну, и зачем вызывать врача, да, а сколько раз я в больнице, на участке сталкивалась, поэтому, мои хорошие, в данном случае, лучше перебдеть, вызвали врача, врач посмотрел, нет осложнений, слава Богу, живите спокойненько, наслаживайтесь, верными маслами, не забывайте, помогайте. Маслами. Ну, мы про это мы и говорим, я еще раз повторю, вот тот курс, который мы подготовили, это мастер-классская школа без ОРВИ, вот, и сейчас мы пишем инструкции, прям пошаговые инструкции, вот если все-таки же началось, что делать, первое, второе, третье, вот прям пошагово, потому что для меня это настолько знакомо, что это то, с чего мы начинали, когда я пришла на участок, это первое, с чего мы начинали, то есть, когда не было очень много газовок, я садилась с мамами, и просто, она просто давала рецепты, мы подбирали, что их ребенку подходит, это также с эфирными маслами, вот, и мы прям пошагово, вот встает во сколько, как поет, мы делаем то-то, значит, зубы почистил, мы полоскали, вернее, мы прополоскали горло, потом почистили зубы, потом мы там выпили ту траву, которую натощак надо, потом сели, у нас питание такое, такое-то, и вот прям вот, весь режим дня пошагово с родителями всегда воспитывали, расписывали. Веточка, я хочу еще, вот смотри, мы разобрали температуру, что высокая температура, ты дала перечень масел, которыми можно пользоваться, а все-таки кашель, потому что я тоже знаю, что здесь тоже бывают ошибки, кашель бывает сухой, бывает влажный, и не всегда, да, не всегда, вот мы вроде есть у нас набор масел, мы знаем там, эвкалип, чайное дерево, кайфут, ну, что еще дополни меня, и мы вот пробуем все подряд, а ведь кашель разный, и разные, и лекарства разные, аптечные, и разные эфирные масла. Спасибо, Ириночка, потому что на любимые темы могу говорить долго, безостановочно. Да, ну, у нас уже полчаса перевалило, поэтому напоминаю, что у нас остается немножко. Да, да, абсолютно верно, спасибо, Ириночка, за этот правильный вопрос, потому что очень часто говорят, отпьем препарат от каши, неважно аптечные это, или травы, вот, это тоже относится к эфирным маслам, а кашель все хуже и хуже. Спрашиваю, а препарат от какого кашля, от влажного или от сухого? А мы не знаем. От сухого и от влажного кашля две противоположные группы масел и препаратов, и трав, потому что при сухом кашле нужно, чтобы размачивалось, при влажном кашле нужно, чтобы подсушилось. И поэтому это, ну какие-то масла могут быть одни и те же, вот допустим, как ладан, как кайпуты, при том и при другом кашле, и те масла, которые у нас призваны давать энергию, там, цитрусовую, чтобы бороться с этим, могут быть одни и те же, а вот при, и это мы, кстати, пишем на мастер-классе, прямо обращаем внимание, что если насморк такой, то тогда масло эвкалипта, если уже насморк стал подсушиваться, то обязательно сразу же убирайте. То же самое при кашле, тоже все объясняю, рассказываю, что при сухом кашле мы даем те масла, которые помогают сформироваться слизи и влаги, и другие средства, вот, а при сухом, а при влажном, мы уже, опять-таки, смотря какая стадия, насколько много мокроты, уже тоже нужно все-таки же разные масла, потому что есть масла, которые очень хорошо подсушивают, и чтобы не пересушить, если пересушим, будет еще хуже. Это тоже очень важно. Вот если пошла уже ухо, все же у нас тут все связано, а у детей это вообще все маленькое, небольшое, и горлышко, и ушки, и все тут все рядышком, и бронхи, все совсем близко. Скажи, пожалуйста, есть ли вот, чтобы предотвратить какое-то осложнение на ушке, можно ли это сделать? Можно. Это тоже говорю, объясняю всегда, потому что носоглотка связана с ушами и эстахиевой трубой, вот, и поэтому обычно даже, когда работаю, или аппаратом, или маслами, или когда говорю, что вот можно брать смесь, и когда капнуть, или промыть носик, а потом накрыли носы, и вот так вот, и вокруг ушек. Вот, и да, это потому, что инфекция из носа, ее выгоняешь, она сидит в эстахиевых трубах, трубок или хронизируется, или в гаймору уходит, или в уши. Вот, вот, вот прям вот так вот, от носа, открыли к носу, вот к уху, вот к уху, к уроку, и вокруг ушек, пожалуйста. Сверху вниз, да? Вот сюда, сверху вниз. Здесь будет разница, здесь не имеет смысла, вот просто обязательно, вот эту вот полоску, вот эту вот обязательно, вот обрабатываем, это базовым маслом, ну, смесью на базовых маслах, вот так вот, вот так вот, прям по истахиевой трубе проходим, и вокруг ушек, и здесь вот, вот, ну и в ушко можно, если есть такая угроза, и если там уже было, что там ухо присоединяется, просто у нас есть такое прекрасное камфорное масло, потому что обычно даже камфорный спирт, или как, на турундочке, забыла, камфорный спирт еще есть, но вы знаете сами, на ваточку обычно, ваточку скручиваешь, называется такая турундочка, ее смачиваешь, и туда ушко, вот, вставляется, ни в коем случае в ухо ничего не капает, только на ваточке, только на турундочке, ну и здесь камфорный масло. А чистом виде или смеси с растительным маслом? Нет, с растительным маслом, обязательно. С растительным маслом, или если мы делаем спрей, то же самое, побрызгали, тоже очень легко побрызгать, вставить, пожалуйста. Не слышно, Ирина? Не слышно. Не слышно? Сейчас слышно? Вот сейчас слышно, а то было у тебя не слышно. И очень-очень частый вопрос, у нас, конечно, остается всего совсем чуть-чуть времени, вот аденоиды, можно ли с ними справиться? А, борный спирт подсказывают. Нет, борный спирт, это само собой помню, я просто, средства из камфоры, есть камфорный спирт, а есть еще камфорный, что-то там, забыла. И вот вопрос, можно ли капать в ушко детям масло черного тмина, подогретое? В ухо капать вообще ничего нельзя. Нельзя. В ухо капать ничего категорически нельзя. Это все оседает на ушную перепонку и портит качество ушной перепонки. Ничего капать в ухо нельзя. Ну, во-первых, масло черного тмина очень активное масло, и смысл, наверное, можно, но зачем? Оно очень, я не люблю масло черного тмина, лучше вовнутрь, на коже я его не люблю, потому что оно очень тяжелое, оно очень вязкое, и особенно в ушко, и особенно детям, где там все настолько нежное, дабы это вот все не забило просто перепонку. Зачем? Зачем? Нет необходимости масло черного тмина в ухо, вставлять в ухо. У нас есть масса других средств, которые прекрасно работают, которые не забьет, не испортят, не лягут тяжестью на ушную перепонку. Зачем? Ну, об этом-то тоже, мы тоже рассказываем, вот в курсе, как все-таки работать с ушками, с носиком, с кашлем, со всем этим, да? Да, да, да. Вот спрашивают, есть ли отит, например, при отите капать? Мне, дорогие, при отите тоже нужно конкретно капать, смотря какой стадии. Понимаете, если это гнойный отит, нужно смотреть, какой отит, потому что бывает отит наружного, среднего, а если внутреннего уха, то это очень опасно, потому что гной, если особенно гнойный, легко расплавляет, гной легко расплавляет кость, вот прям плавит, понимаете, расплавляет и попадает туда. Поэтому здесь, когда что-то связано с ухом, если я сама не вижу человека, сама не могу нужные точки протрогать, если я вдруг даже сама посмотрела, и есть угроза более тяжелого отита, я ничего не могу назначить, пока не посмотрит лор на глубину этого отита. Даже как педиатр, если я подозреваю, что там более глубокий процесс, я обязательно действую под контролем лор-врача. Если это вот просто побаливает, тогда да, отит бывает разный. Бывает, если там вдруг пошла угроза гноя, там, в общем-то, там согревать ничего нельзя, там, потому что ушко когда болит, если вот гноя нет, просто вот начально, ну как знаете, простыл и простыл, у насморка нет, а заложенность, там можно показано и греть ушко, и делать компрессы, то вот пока не выяснится, какой там процесс есть, там гноя процесс или нет, ничего делать нельзя. Можно просто, что делать, вот как раз эфирные масла очень хороши, но только не согреваются. Можно вставлять трундочки, комфортное масло нельзя, потому что оно согревающее. Здесь можно вставлять масло бергамота, масло каепота можно, или лучше вообще вот вокруг уха. И сразу же идти к лор-врачу, если есть проблема, подсказывать такую вещь, если вдруг трудно в поликлинику попасть. Ну вот тебе уже вопросы, не смогла прийти с начала эфира, скажите, пожалуйста, по какому району Москвы вы работаете? Ну могу сказать, к сожалению для Москвы, и к счастью для другого города, Светлана, скажи, пожалуйста, о себе, по какому, в каком городе ты работаешь? Да, сейчас спасибо за вопрос. Я расскажу это всё, но дайте я ей скажу такую подсказку. Если вдруг наболело ушко, если вдруг что-то, пожалуйста, у детей всё быстро развивается, самое простое, мои дорогие, вызвать скорую, попросить, довести до приёмного покоя лор-клиники, где грамотный доктор, в лор-клиниках детских очень грамотные доктора находятся, они сразу же осмотрят, сделают нужное обследование, и вы тут же пишите отказ от доктора, спокойно едете домой, но зато вас посмотрел классный специалист, вам всё назначили, вы спокойно едете домой и делаете всё, что нужно. Потому что да, к сожалению, в поликлинику трудно, особенно если это в ночь, а обычно ухо разыгрывается в ночь, ну пожалуйста, вызовите скорую, к детям приезжает очень хорошо и быстро, вызовите, доедите до приёмного покоя, вас посмотрят, вам назначат, и вы спокойно домой поедете, и даже вам посмотрят там и Гаймарова пазухи, вам всё лор-ворачи посмотрят, и вы спокойно, и с полными классными назначениями поедете домой, будете спокойно жить. У нас время, вот я постоянно посматриваю на часы, время бежит вообще неумолимо, да, время бежит неумолимо, а вопросов очень много, и вот такой вопрос, у нас очень много сейчас многодетных мам, многодетных родителей, и когда заболел один ребёнок, неважно какой, средний, старший или самый маленький, и пошла вот эта вот цепная реакция, один заболел, выздоравливается, заболел самый маленький, второй, третий, и вот это вот идёт практически процесс, постоянный, как вот разорвать эту цепочку, но здесь вот я тоже думаю, что здесь самое, что может быть самое хорошее. Давайте приведём живой вебинар такой, я вам вот прям в прямом эфире, мы можем это сделать в зуме, или как-то час-полтора-два, прекрасно отвечу вот на все эти вопросы, чтобы в живом эфире на ваши вопросы будет интереснее, вот, пожалуйста, пишите Ирине в чат, скажите, мы хотим вебинар, и мы его назначим, проведём, и всё отвечу в живом эфире, конкретно на ваши интересующие, живые вопросы. Вот, потому что на самом деле, но здесь вот именно как раз эфирные масла помогают, потому что вот когда работаешь, обычно два-три ребёнка в семье, да и взрослые тоже не хочется, чтобы свалились, кто ухаживать-то будет, правильно, или деньги зарабатывать. Вот как раз эфирные масла помогают не распространиться на других и предупредить инфекцию. Я живу в городе Саратове, в прекрасном городе, помните у классика глушь Саратов, вот я там живу, в прекрасном городе. В деревню всё-таки, в Саратове. На берегу Волги, у меня с одной стороны, я живу на опушке леса, большого леса, а с другой стороны, у меня частный дом и сад там, дача у нас на берегу Волги, я живу на Волге в Саратове. Ну, смотрите, вот здесь, так, какой-то побежал, а, мамочка какая-то сказала, так, карусель бесконечная с детьми. Я тоже присоединяюсь, что когда вот такая карусель бесконечная, вот у кого-то это родина, кто-то пишет, хочу вебинар. Друзья, смотрите, вот при такой карусели, когда постоянно кто-то заболевает, эфирные масла действительно нам в помощь, потому что они просто вносят свою атмосферу, они просто убивают этот вирус на корню уже в самом вашем, в самой вашей квартире, и нанеся на одежду ребёнка, он тоже будет защищён. Да, Светлана, что ты хочешь сказать? Да, я хочу сказать, что вот как раз мастер-класс, школа без РВИ, это как раз там всё дано так, чтобы если вы выполняете, это уже проверено, десятилетиями проверено, то вы разрываете эту цепочку, абсолютно разрываете. Там, например, как делать холодные ингаляции в комнате, где ребёнок болеет, положили там холодную ингаляцию, всё, уже другие обезопасны. Есть там даны рецепты, как что ребёнку нанести, как защитные масла нанести, чтобы один болеет, на другого нанесли, он защищён. Объясняю, какие барьерные масла, какие дезинфицирующие, как эту смесь... Всё это есть у нас мастер-класс, и вот сейчас будет инструкция, пошаг в инструкции, как раз вот это. И плюс в мастер-классе очень хорошо расписано, как создать хороший, крепкий иммунитет, чтобы вот он хорошо был адаптирован к разным условиям, и только чтобы даже если вдруг вирус, простуда какая-то внедрилась, то организм выходил более сильный и тренированный после этой инфекции. А я хочу ещё сказать, что вот у меня соседка по дому, и у них девочка, и ей ставили там аденоиды какой-то чуть ли не последней степени, и маленькой ещё до школы, ей предлагали прямо сделать операцию. Я говорю, нет, нет, ни в коем случае, давай вот попробуем, недаром же мы тут рядышком живём, давай попробуем пройти с эфирными маслами, и я что хочу сказать, что да, вот аденоиды, они пропали, они без операции всё это прошли, то есть это реально, потому что вопрос с аденоидами, это вот прямо на первом месте стоит этот вопрос. Скажи, пожалуйста, сейчас нашим слушателям, нужно ли им сразу прямо не глядя ничего бежать в больницу на операцию? Нет, моя хорошая, аденоиды, во-первых, что такое аденоиды? Да что такое аденоиды? Крадко. Это наша эллифатическая ткань, и это барьерное кольцо, у нас есть миндальное, это вот из горла, мы тоже это всё разбираем вот на этом курсе, но вот смотрите, у нас миндальное, лимфатическое кольцо защит, которое пропускает инфекцию дальше, но и вот лимфатическая система, та же ткань, которая у нас есть вот там на задней стенке носа, которая защищает гайморы у пазухи, которая защищает, чтобы через дыхаемый воздух не пошло на миндалины и дальше, и вот когда, кстати, аденоидов нет у взрослых, потому что ткань немножко перерастает, вот растущая ткань детская даёт аденоиды, и когда туда внедряется вирус, чтобы его победить, так как лимфатическая ткань ещё неизрелая, она начинает увеличиваться в количестве, в объёме, чтобы справиться с этой нагрузкой, и вот тогда вырастают вот эти вот аденоиды, вот такие наросты, они называются аденоиды, и почему их нельзя удалять, мои дорогие, то есть, понимаете, удалили их, то есть человек, взрослый человек, остался без вот этого защитного кольца, без вот этой защиты на всю свою жизнь. Кроме всего прочего, есть такие исследования, что у нас ничего лишнего в организме нет, и как ни странно, аденоиды влияют на половое развитие, особенно мальчиков. Вот так. Вот так, смотрите-ка, у нас всё очень легко, вот я сколько знаю знакомых, очень легко, они, а, сейчас пойдём удалим аденоиды, там, пока не переразнут в какую-то большую степень. Ничего лишнего в организме нет, даже тот же самый аппендицин, тоже влияет на развитие потом взрослого организма, если в детском удалить, ничего лишнего нет, как бы нам там не хотелось, как бы там не говорили, что это дементарный орган, миндалины, тоже на курсе говорю, что их можно восстановить, тоже объясняю, почему и как. Всё это есть на курсе, мои дорогие. Очень много хочется, что объяснить, вы видите, и времени не хватает. Да, время бежит, вот уже 49 минут, у меня часы показывают, если мы задержимся, то вы знаете, что в Инстаграме просто эфир на полусловии прерывается. А я хочу сказать, что действительно, сейчас Светлана создала для вас вот этот курс, как поднять иммунитет ребёнка, как защитить его от вирусов, не только ребёнка, но и всю семью, потому что я говорю, 12-13 лет они уже относятся к старшим ребёнкам, но они всё ещё наши маленькие дети. Как защитить всех от вирусов, как пережить режим самоизоляции, как справиться с температурой, с соплями, что делать с аденоидами, с миндалинами, удалять, не удалять, как вообще подготовиться после болезни, как подготовиться к школе или к садику, чтобы не прийти опять на больничной маме через три дня буквально, как разорвать вот эту цепочку, когда много детей и все подряд, все по кругу болеют, болеют и болеют. Всё это Светлана подготовила для вас на курсы, для мамочек, для бабушек, чтобы уметь справляться, чтобы вы всегда оставались уверенными, спокойными, чтобы у вас не было паники, да, температура, что делать, у вас будет пошаговое пособие, что делать, что взять, какое эфирное масло, когда что, ну и, конечно, обязательно вызывать врача, чтобы он поставил просто свой диагноз. Сегодня, так как у нас сейчас вот это вот вынуждены записаться на курсы, друзья, в шапке профиля, спасибо за вопрос, значит, регистрация в шапке профиля, поэтому регистрируйтесь, пишите, приходите на курс, он уже готов, он записан, и он, как только вы запишетесь, он буквально в течение, через день, он будет уже у вас в личном кабинете, после оплаты в личном кабинете. По оплате скажу, курс достаточно большой, он стоит у нас 5800, но сегодня, вот сегодня в эту сложную ситуацию мы для всех делаем скидку 50%, сегодня это большой курс от такого профессионала, как Светлана Анатольевна, который включает в себя и правила использования эфирных масел, и безопасность, и меры предосторожности, и вот все то лечение, о котором, не то что лечение, а вся та помощь, о которой мы сегодня говорили, он сегодня для вас 50%, это стоит всего лишь 2900 рублей, поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь, подключайтесь к курсу, будет возможность вас под курсом, под видеоуроками, задать свои вопросы, и мы на них обязательно, Светлана Анатольевна на них обязательно даст ответ. Вот, сейчас уже наш эфир... Вебинар, конечно, сделаем, пишите, нужен ли вебинар, чтобы вот так в прямом ответе все отвечала и говорила, и еще плюс один... Еще один бонус, который вы получаете на этом курсе, там очень много внимания тоже уделяю психоэмоциональному постоянию, здоровью, как оставаться радостными, как справляться с негативными энергиями, эмоциями, расстройством, злостью или еще что-то, то есть тоже это и есть, как защитить себя и создать радостное настроение, при котором иммунная система и организм быстрее выздоравливает, и иммунная система держит удар, не позволяя никому разрушить, проникнуть, защищая нас. Да, тут целый урок посвящен тому, если нарушение сна у детей, если эмоциональные перегрузки, если у школьников уже экзамены, что делать, как перезагрузиться, загрузиться, да? Загрузиться, да. Как снять усталость после тренировки, если устали мышцы, или может быть дети очень быстро растут и есть такая проблема, что ноги болят, резко вырастают, а мышцы не успевают, и вот это вот боли такие, это очень, да, характерно для детей, и вот там все это есть. В ванной, в мессе, все есть. Да, а вебинар, конечно, нужен, я с вами полностью согласна, вебинар нужен, но я все-таки предлагаю вебинар после курса, когда уже у вас будут конкретные вопросы. Вот мы что-то поняли, что-то не поняли, что-то получилось, не получилось, и уже вот не то, что вообще, ой, расскажите, что, и тут неизвестно, что это, можно рассказывать неделями, да? Все, выключаемся, а то, по-моему, сейчас нас выключит инстаграм. Спасибо всем, до новых встреч. Все, друзья, хороших выходных, используйте эти вынужденные, эти вынужденные режимы самоизоляции, как приятные выходные в кругу семьи. Приходите на наш курс, и Светлана Анатольевна вам расскажет, как сделать общение в кругу семьи с помощью эфирных масел еще более интересным, загадочным. Что вы хотите, какое хотите настроение создать? или вы хотите успокоиться, или вы хотите взбодриться, или вы хотите мозговой штурм для детей устроить, или вы хотите устроить романтическое, даже какой-то такой ужин в кругу семьи, все это будет в курсе. Приходите, сейчас записывайтесь на курс в шапке профиля, а потом мы решим, пишите обязательно про вебинар, мы его создадим, так что все у нас впереди. Всего доброго. Всех хороших выходных. Здоровья и благополучия. До свидания.